Добрый день! Ну что ж, вчерашнее эпохальное заявление господина Бена Бернанке, главы Федрезерва, по поводу того, что рынок не получит новые программы количества смягчений или что-то вроде этого окончательно расстроило инвесторов и сегодня мы видим, что были какие-то попытки подрасти, но пока это сделать не удается и Европа сегодня довольно серьезно проседает против собственно вчерашних каких-то оптимистических настроений, которые царили в Соединенных Штатах. Что касается общей ситуации, которая к настоящему моменту складывается в Европе, то снижение идет по всем фронтам и помимо заявления Бена Бернанке, здесь еще на Европу давят местные события, в первую очередь конечно же это ожидание инвесторами реструктуризации греческого долга и несмотря на финансовую помощь, которую собирается предоставить Греции власти ЕС, мы видим, что пока большие сомнения у инвесторов по поводу того, что Греции удастся сухой выйти из воды из этой проблемы. Судя по всему просто вливанием денежных средств эту проблему по-настоящему не разрешите. На этом фоне, а также на фоне весьма не очень веселой сегодняшней статистики из Германии, напомню вышли данные по промышленному производству, которые продемонстрировали снижение промышленного производства в Германии в апреле месяце. Как раз вот на этом фоне и сегодня единая европейская валюта начала снижаться. Но о евро мы поговорим немножко позже. А давайте теперь мы посмотрим на то, как обстоят дела в Европе. Индекс Dow Jones Stokes 50 к настоящему моменту теряет 1,08%. Что касается сводового индекса европейских акций Dow Jones Stokes 600, то он падает на 1,12%. Также сегодня, как я уже говорил ранее, под прессом находятся основные европейские фондовые индексы. Британский FTSE 100 теряет 0,98%. Германский DAX 30 1,3%. Французский COX 40 0,95%. Лидерами снижения являются опять, как и вчера и позавчера, бумаги компаний банковского сектора. Ну, например, акции Банкомонте, Deo к настоящему моменту теряют 4,2%. Также под давлением оказались акции Коммерсбанк, которые падают на 2,72%. В общем, те опасения, которые совсем недавно еще гуляли по рынкам, а именно то, что с окончанием программы количественного смягчения рынке не увидят ничего вразумительного для поддержки американской экономики читай финансовых рынков. Это расстроило инвесторов, и это, конечно же, оказывает соответствующее негативное воздействие. Итак, к настоящему моменту нефть находится тоже под давлением после вчерашнего роста, на ожиданиях положительного решения от ОПЕК. Это связано, в первую очередь, с тем, что пока еще ОПЕК не приняло никакого решения, будет ли увеличиваться квоты или нет. И вот эта неясность, она, конечно же, не влияет положительно на динамику цен на нефть, а именно на их рост. Итак, смесь марки Brent теряет 0,65%, находится на уровне чуть выше 116 долларов за 1 баррель. Американская WTI уже падает на 0,95%, находится на уровне 98,18 долларов за 1 баррель. На товарном рынке ситуация также уже в целом не веселая. Контракт на медь снижается на 1,67%, теряют также и фьючерсы на драгоценные металлы. золото падает на половину процента, находится на уровне 1536 долларов за 1 унцию. Серебро на 2,03% находится на уровне 36 долларов и 30 центов также, конечно же, за 1 унцию. Итак, валютный рынок Форекс, как я уже говорил выше, с выходом не очень хороших данных из Германии, а также на фоне всеобщих таких негативных настроений, которые сегодня укоренились на мировых финансовых рынках. Единая европейская валюта торгуемая против американского доллара оказалась под давлением, находится сейчас на уровне 1,4612. При пробитии этого уровня мы считаем пара может скорректироваться вниз к уровню 1,4527. Это будет ровно 23 процента отката по Фибоначчи. Если данный уровень будет пробит, не сегодня, так завтра мы можем увидеть и дальнейшее снижение пары к уровню 1,4427. Хотя в перспективе мы видим, что у единой европейской валюты до конца месяца есть еще некоторая возможность роста к уровню, во всяком случае, 1,4710. Но как оно будет, это, конечно же, нам рынки покажут. Что касается британского фунта, торгуемого против американского доллара, то он сегодня консолидируется. Никаких особых движений после падения в утреннюю торговую сессию мы днем не отмечаем. Пара доллар-иена также консолидируется после некоторого ослабления доллара против японской еды. Сырьевые валюты также находятся под давлением, но это не случайно, потому что ситуация на товарном, на сырьевом рынке, а также, как я уже говорил выше, опять появившиеся опасения, связанные с ростом мировой экономики, не позволяет высокодоходным сырьевым валютам торговаться в положительной зоне. Итак, что можно ожидать от открытия американской торговой сессии? Судя по той динамике, которую нам демонстрируют фьючерсы на основные американские фондовые индексы, Штаты сегодня откроются негативно и будут в полной мере отыгрывать те слова Бернанке, на которые вчера они не успели полностью отреагировать. Напомню, Бернанке вчера начал выступать буквально за 15 минут до конца торговой сессии в Штатах. Итак, ну, во всяком случае, в Нью-Йорке. Итак, фьючерс на индекс широкого рынка СНП-5 сотых к настоящему моменту теряет 45 сотых процентов. Штаты откроются негативно. На этом у нас все. В дополнение, я вас приглашаю на наши бесплатные курсы обучения торговли на мировых финансовых рынках. Подробную информацию о ситуации на рынке Форекс, а также на других сегментах финансового рынка, вы можете найти на нашем сайте тройное W grandcapital.net. С вами был Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента компании Grand Capital. До свидания, удачи и до новых встреч.